РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЕРА И ПСИХОЛОГИЯ Добрый светлый вечер! Сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». Мы говорим о том, в чём православная, подчеркну, «Психология может помочь нам в наших неврозах, на нашем пути к Богу». В нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер, Наталья! Добрый вечер, Анна, Лена! Здравствуйте, дорогие слушатели! Добрый вечер! Сегодня наша тема, наверное, очень актуальная для всех, она называется «усталость». Думала, как начать эту тему, она очень огромная, она вообще, во-первых, усталость бывает очень разных видов, она бывает там эмоциональная, душевная, психологическая, физическая и так далее. Но вот Наталья меня подбудрила, я хочу начать с такой темы. Как-то я говорила с психологом, это был мой первый разговор именно с этим психологом, я к психологам не хожу, но у меня был, кстати, кстати сказать, у меня был психолог православный. Когда я уже готова была решиться на покупку некоего курса, там индивидуальной консультации, спросила меня, глядя мне строго в глаза, скажите, пожалуйста, где вы берёте свой ресурс? И вот этот вопрос, он поставил меня настолько в тупик, что я не пошла в результате вот этого индивидуального консультирования. Почему? Потому что я слово «ресурс» я воспринимаю очень многогранно. У нас очень много ресурсов. А я тебя перебью, потому что меня почему-то слово «ресурс» очень в последнее время стало раздражать, потому что его очень часто используют по делу и не по делу. То есть откуда мы берём? У меня даже есть такой текст на Радио Вера, в частном мнении, какие-то места силы, ситуации силы, когда ты, не знаю, приходишь в церковь, и у тебя там проходит головная боль, потому что ненадолго отдал свою жизнь. Где ты набираешься сил? Где ты берёшь силы? Да, там собрал семью воедино, да, и вот он источник силы в этот момент. Вот встретился с Натальей Ининой, и вот он источник силы и ресурсов. Ну вот вообще вот этот усталость и ресурс, да, это вот какая-то вечная... Имеет ли вообще православный человек право уставать? Что это вот тут усталость? Да, и может ли человек спросить у тебя, где ты берёшь свой ресурс? Вот с этого замечательного вопроса я бы хотела начать, потому что, конечно, я понимаю, Лен, почему вас раздражает слово «ресурс», я должна признаться, мне вообще много слов сейчас раздражает. Нормальные наши слова, вроде профессиональные. Да, потому что они обретают очень такой технологический какой-то... Даже не смысл, а именно как бы... Ну вот они становятся совершенно такими технологическими, неживыми. Ну и до смешного, да, ходят на эту тему, слава богу, сейчас много шутят, да, что я не в ресурсе, не нарушай мои границы. Очень много сейчас на эту тему шуток всяких, таких симпатичных. Ну вот хочется ещё раз править сказать. Я бы, так сказать, так ответила непрямо, да, на этот замечательный вот сюжет, где вы берите свой ресурс. Я была вот последней, ну, собственно, последнее воскресенье на литургии, и у меня было такое довольно, ну, такое как бы ровное состояние. Я знаю, что это такое немножко либо устало, либо невовлечённое, а часто невовлечённое связанное с усталостью, ну, такое присутствие. Не соприсутствие, а присутствие. И я молилась, ну, как-то. Почувствовала, что как-то надо молиться Божьей Матери в этот момент. И удивительным образом, сию секунду, ну, как это бывает всегда, совершенно таким чудесным образом, я поняла. У меня слёзы выступали на глазах. Я просто увидела какой-то момент, который меня прям разбудил, пробудил и вовлёк в литургии. Ну, представляете, вот это не... Я как раз вышла, с подругой ходили, я вышла, говорю, я даже не могу тебе рассказать, как это было, что ты в этот момент чувствуешь, что это происходит. Вообще Господь скорна на чудеса. И Божья Матерь вот мгновенно помогает. Ну, это трудно очень выразить словами. Она говорит, да я прекрасно тебя понимаю, можешь не говорить. И, представляете, я бы вышла, сказала, вы знаете, я получила очень большой ресурс на литургии. У меня его не было. А до этого у меня его не было. И мы понимаем... Я выгорела. Мы понимаем разницу. Мы понимаем этот какой-то скрижещущий металлический звук несовместимости. Потому что, ну, действительно, человек религиозный, верующий, воспринимает свою жизнь и присутствие Бога, как чудо присутствия в этой жизни. Порой невыразимое. Мы, конечно, с очень большой натяжкой, можно сказать, это духовный ресурс. Но язык ведь не поворачивается, так сказать. И когда мы имеем дело с психологией, мы действительно как бы проваливаемся вот в эту некую технологичность. И вот эти технологичные слова, да, и термины, и понятия, они важны, нужны. Когда мы строим дом, нам нужны чертежи, циферки, понимаете, поплоскогубцы, пилы. Нам все это нужно. Но когда мы сидим на крыше этого дома и смотрим в звездное небо, нам не надо задавать вопросы про чертежи и про вот эти все этапы трудного строительства. То есть надо понимать, что это разные уровни. Это вот, к сожалению, я буду занудной постоянно об этом напоминать, потому что, действительно, я знаю огромное количество людей, с которыми работаешь там какой-то период времени, они не сразу схватывают вот эти уровни в себе. Как бы теоретически они все это понимают. Но опытно, как говорят ученые, феноменологически, да, это не считывается, не воспринимается. И как раз вот это замечательное совершенно название нашей программы «Сегодняшняя может ли христианин вообще устать?» Оно вот про эти уровни. И спасибо большое, Ань, про то, что вы сказали, что усталость бывает очень разной. И давайте просто разберемся, да, как вообще устает христианин. Но мне почему-то вспоминается вот случай, когда сам Христос устал, да? Ну, он устал, да, когда он был вот в этой, там, да, спал в лодке, да, посреди шторма, от такой плодотворной усталости. Да, не знаю. То есть, может быть, усталость плодотворная, когда мы что-то сделали, устали. Иногда хорошее усталость. Но мы довольны, мы счастливы. А бывает усталость, когда вот я еле ноги волочу, видеть никого не хочу, и, да, все говорят, а что с тобой? Такая усталость на грани с унынием. Ну, это очень красивая прилагательная, хорошая усталость, которую, Лена, вы сейчас произнесли. Я очень хорошо запомнила мое открытие, когда я только училась в психологии, и пришла, так сказать, жаловаться и попросить помощи. Что-то я сделала не так у своего учителя, профессора Братуса Бориса Сергеевича в МГУ. Он сказал, Наташенька, ну, что вы так переживаете? Это у вас хорошая ошибка. И я как-то просто впала в ступор. А бывает хорошая ошибка, что ли? Оказывается, бывает, потому что это опыт. Мы не можем все время идти в логике перфекционизма, понимаете, от победы к победе, от совершенства к совершенству. Иначе вообще нам, на самом деле, это очень опасно для нас. А вот этот опыт падения порой бывает хорошей ошибкой. И вот мне кажется, что вот это прилагательное – хорошая усталость, хорошая ошибка – это очень важное прилагательное, потому что это про опыт, про понимание, что ты сделал большую работу, ты очень хорошо потрудился, и вот они результаты этой работы. Я когда иду иногда после приема на полусогнутых ногах, хотя я не разгружаю вагоды, я там, не знаю, не занимаюсь физическим трудом, но психологическая усталость покруче любой физической. И я иду вот еле живая домой. И я испытываю очень хорошую усталость, очень хорошую. И я знаю, что мне надо просто хорошо поесть, немножко, так сказать, как-то вот пройтись физически, вот по воздуху, не думать ни о чем, вот совсем отключить когнитивный уровень от своей психики, посмотреть что-то красивое, природа ли, да, там, может быть, какое-то красивое, какие-то картины в интернете, что-то красивое. Животное очень дают. О, это чудесно, это просто прекрасно. Поэтому я обожаю ездить на дачу, где у меня три кошки, две собаки, и это просто фантастический, вот это мой ресурс, вот это мой ресурс. И это вот тот самый уровень, ну, как бы, большого труда, да, хорошей работы. Но я очень хорошо помню, на заре моей практики психологической ко мне пришла совершенно волшебная одна женщина, и она говорила, я не знаю, что со мной происходит, она глубоко верующая, человек церковный человек, она говорит, только, пожалуйста, мне не говорите о том, сколько раз я причащаюсь, исповедуюсь ли, вот не надо мне всего этого. Я от вашего брата, православного психо-христианского психолога, этого всего наслушалась уже достаточно. Помогите мне психологически. Я думаю, ничего себе, начало. Но я вижу, она очень такая изможденная, она очень такая погасшая. Есть такой тест диагностический, мы просим нарисовать какое-то несуществующее животное или существо, и люди рисуют, на самом деле, некий образ в себя, внутренний. Метафора такая. Такая метафора, да, символ. Потому что здесь в этот момент не работает контроль такого сознания, да, он немножко отключается, когда человек рисует, он что-то рисует, рисует, и вырисовывает, на самом деле, свое внутреннее, некое глубинное состояние. И она нарисовала потрясающее совершенно несуществующее животное, похожее на огромную птицу, с огромными крыльями прекрасными, абсолютно лежащую вот так вот плашмя на земле. То есть это был такой, навсегда я запомнила этот образ, предельной усталости, внутренней усталости, какой-то глубинной, можно сказать, выгорании. Прямо опустошенность. Опустошенность. Ну нет, все-таки усталость, потому что крылья огромные, птица такая роскошная. Опустошенность там была бы какой-нибудь червячок. И я выяснила, что она работает, при этом она волонтерит. И она волонтерит все свое свободное время, все. Вот она с работы на помощь, она то в хосписе, то в больнице, то домой, непрерывно, без выходных. И это, конечно, большой перебор. Она просто выгорела, она просто абсолютно иссякла. Она так понимала свой христианский долг. Да, да. Ну, понимаете, здесь всегда стоит что-то кроме, да, для нее сознательно. Это как раз было христианское служение. Она так понимала, вот, и это прекрасно, это действительно потрясающе, и это очень красиво, но она совершенно не чувствовала своих пределов. Она себя не чувствовала. Вера и психология Напомню, что сегодня с нами Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносовой Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова. Наталья, ну, вы рассказываете вот эту историю. Были же какие-то причины, да, почему человек не мог затормозить. Спасибо. Я как раз хотела попросить возможность продолжить, потому что это очень важно. Я уже говорила в прошлой программе, сейчас повторюсь, я никогда не говорю, ну, так сказать, рассказываю какие-то сюжеты о реальной, прям точной ситуации. Это некоторый, ну, так сказать, архетипический случай. Поэтому, пожалуйста, дорогие слушатели, не ищите, как бы, не ищите соответствия со своей конкретной судьбой. Да, хочется добавить, что у психологов, у профессиональных психологов есть то, что есть у священников, да, таинство исповеди. Никогда, никакие случаи конкретные не рассказываются, не пишутся в книжках только с разрешения, если... Безусловно, поэтому вот эти вещи, понимаете, вот... Образы такие. Да, так сказать, я всегда меняю там пол, ситуацию, а как бы пытаюсь оставить только вот этот сущностный аспект. И это действительно так мы можем продолжить, что условная история этой условной женщины, как бы внутри вот этого состояния обесточенности, который всегда лежит желание родом из детства, потому что это детское ощущение всемогущества. Ребёнок, он, когда находится в не очень благополучной семье, по каким-то причинам разума, там, болезнь кого-то из родителей, из кого-то из близких, там, ссоры у родителей, или там, неполная семья. А у него есть вот это некоторое чудесное, уходящее у взрослого человека ощущение всемогущества, что он сейчас вот постарается, что-то сделает, и всё наладится, как в сказке. И всё будет хорошо. Все помирятся, все выздоровеют, всё будет замечательно, и они, наконец-то, живут счастливо и мирно. И вот это детское чувство живёт во многих людях. Я сейчас постараюсь, и зла не будет в этом мире, болезни не будет в этом мире, беды не будет в этом мире. И вот за этим таким тотальным служением, в котором совершенно не было ей места, жила её травма, конечно, давняя, связанная вот со всякими разными обстоятельствами семейными. Вот я сейчас ещё немножко, и вот всё улучшится. Ещё немножко, и всё... Поднажму, да? Поднажму, и тогда всё развеется. И это не взрослая позиция. Меня поразила мысль у Сафронии Сахарова, да, вот когда я слушаю... Ну, я люблю иногда, когда есть возможность слушать, да, аудиоформаты. У него есть книжка прекрасная. Я часто и к ней прибегаю, слушаю её. И у меня такая удивительная фраза была «Радость о Боге и плач о мире». Понимаете, как бы надо действительно с одной стороны видеть, да, вот эту боль и эти страдания, и с другой стороны иметь мужество понять, что мы живём в падшем мире, и не Бог автор этих страданий, но Бог внутри этих страданий поддерживает всех нас. И для этого нужно взрослеть. Для этого нужно иметь вот эту некоторую зрячесть, зрелость, способность отделять святать мы, да, ну, в какой-то адекватный нам всем, так сказать, на нашем этапе развития возможности, да, мы... Потому что святать мы отделяем только Господь, так сказать, святые люди, да, но у нас, нам, как в нашей мире, да, и всё-таки всегда есть какая-то возможность почувствовать, да, где свет, и он созидателен, он мирен, он благословенен, и где тьма, которая разрушает. Потому что на самом деле, простите, вот в чём была опасность этой условной женщины? Депрессия. Потеря смысла своей деятельности. Депрессия от усталости. Да, да. Какую психологическую помощь в данном случае может оказать психолог? Извините за эту тавтологию. Очень хороший, очень хороший практический вопрос. Мне надо было развернуть её к себе, да, и вот тут могут мне сказать, ну, что же вы, христианский психолог, вы вот питаете её эго? Но дело в том, что, напомню, я говорила раньше об этом по Феофану Затворнику, да, я, вот эта личность, та самая личность человека перед личностью Бога, она вообще как бы должна владеть в том числе и эго. То есть эго есть у нас. Это то, как бы, социальное я, то, так сказать, как бы я растущий, развивающийся некое, которое в пределе мы, конечно, должны преодолеть. Но мы не можем преодолеть то, чего нет. Мы можем преодолеть только то, что есть. И вот у неё это эго не сформировалось, когда она была ребёнком. Она сразу рванула вот в эту идею помощи, спасения родителям, семье, а потом в пределе уже и миру, да, вот всему живому, всему хорошему, вроде всего плохого, как говорят. А Наталья, а можно говорить о том, что она немножечко как бы стремилась к некому образу придуманному? Не первый раз мы про это говорим, что, да, там, и часто священники про это говорят. Ну, не может Господь спасать вымышленного вас, да? И вроде кажется, да, там, мы приходим на исповедь, и это можно в каком-то смысле, когда готовимся сказать, что мы и рефлексируем по поводу себя. А здесь, получается, у неё тоже был какой-то придуманный образ себя, какая она должна быть. Очень тонкий, очень хороший вопрос, Лена, большое спасибо. Смотрите, может быть, просто сделать как-нибудь нам прямо программу про невроз. Ну, вообще-то, скажем, что такое невроз, и что такое вот это искажение, искажение. Потому что есть же ещё такой понятие, как религиозный невроз, да, невротическая вера. Это такая, ну, тема очень важная. Мы должны хорошо в ней ориентироваться, как верующие люди, чтобы, в общем-то, избегать этих капканов и этих очень опасных поворотов. Так вот, когда ребёнок застревает вот в этой сказочной конструкции, порождаемой его детским психологическим всемогуществом, то есть как бы ощущением отсутствия границы, вот как в сказке. Да ребёнок вообще живёт в сказке, на самом деле. А в сказке всё можно. Вот когда он там застревает, у него, конечно, возникает ложное представление о реальности. И это совершенно нормально для ребёнка, потому что он таким образом ещё и защищается. Его психика защищается от каких-то тяжёлых событий. Но потом, когда ребёнок становится взрослым, психика продолжает защищаться. Она продолжает что-то искажать, что-то вытеснять, одно менять местами с другим, и возникает вот это кривое зеркало. Я всегда даю студентам образ, когда говорю им об этих, ну, вообще, так сказать, системных искажениях, связанных с неправильным детством, такими какими-то травмами, ими их последствиями. Я всё время даю такой образ. Вот мы, условно говоря, находимся в неком пространстве, в некой комнате, да, и за окном мир, Божий мир, который нас ждёт. Но когда мы травмированы, когда мы не знаем, как себе помочь, мы сидим в этой комнате. И окно, представим себе, что окно – это психика, оно абсолютно замутнённое, грязное, в разводах, и мы даже не понимаем, как его помыть. Мы берём картинку и вешаем на окно. Прекрасный пейзаж. Прекрасный образ. Очень хороший. Красивая река, светит солнце, но это картинка. И мы живём в этой комнате, замкнутой совершенно. У нас шикарная картинка на окне. Но это картинка. И она будет настолько прекрасной, насколько нам в этой комнате не очень хорошо. Чем нам хуже, тем картинка будет, конечно же, лучше. Потрясающий образ. И, простите, пожалуйста, Аня, вот что делает христианский психолог? Он знает, что там мир, который Бог дал тебе, доверил его тебе. Поэтому он говорит, давай увидим сначала, что это картинка. Не бойся. Я с тобой. Давай мы аккуратненько её снимем. Смотри, у нас тут тряпочки, тазики, чистящие средства. Мы сейчас будем с тобой мыть окно. Я помогу тебе. Я сделаю первые вот эти, так сказать, жесты, движения. Ну, я так устал. Видишь, видишь, да. Смотри, там светит, там светит живое солнце. Там сияет голубое небо. Там Бог, так сказать, тебя ждёт. Ты нужен этому миру. Но это постепенно делать надо. Понимаете? Потому что человек сидит здесь, уставший до ужаса. Он вообще лежит тут. Понимаете, в этой комнате у него нет никаких ресурсов. И он абсолютно в выгорании. И он в этой комнате может заниматься служением. Легко. Если у него картинка на стене, я помогаю миру, я тут всё. И вот, ну, это будет ложная картинка. Я, знаете, просто хотела вмешаться в разговор, рассказать свою историю небольшую. Там, когда муж мой ушёл из жизни, и моя семья очутилась в таких очень тесных жизненных обстоятельствах. Да, мы никто не имели ни работы, ни дохода, ничего. И вот как-то Господь сразу дал работу, дал, так сказать, помощь какую-то. Всё было хорошо. Я взяла сразу всю работу, которая на меня как бы свалилась. Вот. И я помню, что я настолько... Вот я была в таком чувстве вины, ну, потому что смерть очень часто ведётся с собой чувство вины, да? Всё из-за меня произошло. Вот то самое детское, видимо, всемогущество, о котором Наталья сегодня говорит. Я мерила себя своей эффективностью. То есть я работала столько, я в 4 часа заканчивала писать текст, там в 7 утра он уже выходил в проект. Вот. Меня уже там перестали редактировать. Ну, то есть я загоняла себя по полной. Я, конечно, была очень устала, но мой страх был сильнее моей усталости, поэтому я вот какое-то время, там, года 3, я вот в этом смогла существовать. Потом я встретила своего замечательного второго мужа, и мы начали общаться. Вот я уехала в детский лагерь, я там преподавала много лет журналистику, а там у нас тоже такой был ритм, знаете, такой вот наизнос. Проект сдаёшь за 2 недели. Не приходя в сознание. Да, и вот мы уставали так, что мы просто вот не видели море. Это был в Болгарии, кстати, международный лагерь. Вот в этом была своя, так сказать, прелесть, но усталость действительно была запредельной. И вот представляете себе ситуацию, мы сделали проект там с ещё одной женщиной, мы сделали сайт. Вот. Я звоню своему второму мужу и говорю, слушай, мы это сделали, мы сделали сайт, мы залили его текстами, мы сделали иллюстрации, мы всё сдали. И я жду, что он сейчас скажет, да, молодец. Он говорит, милая, успокойся. Ну что ты так нервничаешь? Иди искупайся в море. Успокойся немножечко. Представляете себе? Я такая, вау! И я первый раз, знаете, меня как ведром воды окатили. Я первый раз поняла, что вообще-то действительно можно искупаться в море. Оно тут рядом, мы тут сайт заливаем, а вот тут вот море буквально в 10 метрах от нас. Это было для меня какое-то потрясающее открытие. Но это замечательная история, понимаете, к вопросу о балансе и о любви. Ведь муж вас любил, поэтому почувствовал. Да, немножечко остановил меня вот в этом стремительном полёте. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. У нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Мы вернёмся к вам через минуту. Сегодня с вами Анна Леонтьева, и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». Наши гости Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Продолжим наш разговор об усталости. Может ли христианин уставать? Да, и что стоит за всякими новомодными словами, ресурс выгорания, потери сил. Мы уже озвучили такое очень хорошее слово «баланс». Потому что всё-таки тоже, если мы читаем Святой Евангелие, читаем Святых Отцов, всё-таки нам говорят не лениться, нам говорят трудиться. И как найти вот этот баланс, чтобы не было этого потери сил, этого модного выгорания, как модно сейчас говорить? И как научиться восполнять эти силы и ресурсы? Как баланс-то найти с психологической точки зрения? Спасибо большое, Лена. Я уже вижу некую, так сказать, такую тенденцию. Мы сначала вбрасываем какие-то категории, понятия, примеры, а потом нам надо что-то прояснить. И это очень важно, потому что очень часто я, когда слушаю в разных программах и в разных проектах, какую-то тему поднимают, и вот так накидают, накидают, потом, ты думаешь, как-то было интересно, но так ничего и не поняла. То есть как бы чего-то не прояснили. Поэтому давайте всё-таки вот ещё разочек уже на новом витке проясним. Когда мы говорим, мы действительно ставим правильно вопрос, может ли христианин устать? И совершенно правильно, Аня, вы сказали вначале, есть разные уровни усталости. Виды. Да, значит, давайте так. Есть усталость физическая и психическая. Когда мы действительно по каким-то причинам, часто невротическим, играем по правилам «я должна» или «я должен», а как же по-другому, вот никакого моря тебе сдал, упал, отжался и, не хочется сказать, умер. Ну нет, упал, отжался и пополз дальше. Падать и отжиматься. Тут вот море рядом, тут любящий муж рядом. К истории, которую я рассказала в первой части нашей программы, кстати сказать, вот когда уже зашла в это море, такой, знаете, был дымок такой от головы такой. Остывание. Да, поскольку уже... Да, охлаждение, остывание. И это действительно то, чему учит психология, вот такая и светская, совершенно прекрасно, может дать какие-то толковые советы про те самые ресурсы, про опасности в горании, что нужно, ну как бы, держать контакт с собой. Нужно понимать, что если вы там работаете, ну условно говоря, ну я очень хорошо помню вот простой пример. У нас, например, какой-нибудь семинар идет в Российском православном университете. Часто мы там делаем семинары открытые, как раз имени Протериалев Василия Зинковского у нас там регулярный открытый методологический семинар. И выведет Борис Сергеевич Братс, который исторически в самом начале своего пути был клиническим психологом. Потом стал психологом личности и ведущим, фактически, лидером христианской психологии. И он говорит всегда где-то примерно на там втором, ну конец второго часа, там начало третьего. Он говорит, конечно, нам всем очень интересно, и мы хотим здесь, так сказать, сидеть до утра, но наша психика устала. И ей нужно прерваться. Поэтому давайте сделаем там 10-минутный перерыв. Надо там проветрить окна, подвигаться и так далее, и так далее. То есть мы-то можем, кто мы? Наша личность, да, наша, так сказать, душа хочет. Наш перфекционизм. Ну, да, наверное, конечно. Но при этом психика бедная, ей надо как-то поставить всё на паузу, потому что она может воспринимать только то, что может воспринимать. Она может дать только то, что может дать. Но социальная ситуация, вот та, в которой мы на самом деле все находимся, у неё очень интересное как бы восприятие человеческой психики. Мало того, что мы должны там мочь физически быть вечно молодыми и прекрасными. Мы причём должны психологически всему соответствовать и я даже какую-то программу видела, где высказывалась идея, давайте мы какой-то апгрейд сделаем мозговых возможностей, усилим мозговые возможности за счёт там каких-то нейропроцессов. То есть не мир притормозим, а человека подкрутим. Под этот мир, да. Да, вот эту психику используют уже на уровне её НЗ, так сказать, повышая градус информативности, скоростей, там бесконечно всего, да, психика не в состоянии, она не может это обеспечить. Скорочтение, я вспомнила слово. Вот сейчас очень модно, если ты хочешь чего-то достичь, ты обязательно должен пройти курсы скорочтения. Ну, в том числе, то есть ускоряется по всем пунктам. А потом мы говорим, повышается уровень депрессии, повышается уровень аутоагрессии, агрессии, повышается уровень невротических заболеваний, вообще повышается проблема психологического порядка. Да, усугубляется, вернее, повышается её градус. Почему? Да потому что никого не волнует, чего может человеческая психика или не может. А она не всё может на самом деле. И вот это первый уровень, когда мы должны понять, что если мы работали активно, нам не надо вечером смотреть телевизор, нам надо послушать классическую музыку или прогуляться, понимаете, по какому-то вечернему городу или за городу. То есть нам нужно наоборот отойти от шума. Но проблема стоит в том, что человек, он не умеет этого делать. Его отучили это делать. Как говорил Ежелец смешную фразу, ребёнку сначала учат говорить и ходить, потом сидеть и молчать. Понимаете, и мы потеряем контакт с собой. И нам надо как-то учиться этот контакт восстанавливать. Я помню, как я одна сказала одной клиентке, которая тащила на себя весь дом, у неё был такой отравленный, позитивный психологий муж, который мечтал быть начальником Челси, лежал при этом на втором этаже их загородного дома. И медитировал на этот счёт. Она обеспечивала семью, несколько детей, работала курьером, как белка в колесе. Я видела, что она на краях просто всех своих возможностей по всем статьям. Я ей говорю, послушайте, давайте, я дам очень простое, маленькое, но очень важное задание. Вот сейчас золотая осень. Вы там бежите из точки А в точку Б. пять минут в день остановитесь. Пять минут ничего не решат. Остановитесь, замрите, поднимите голову к золотым листьям, к голубому небу, к этому осеннему прекрасному солнцу, пошуршите ногами в этой листве, замрите. Она так на меня посмотрела, сказала, вы с ума что сошли? Угу. И, конечно, это было сильно. То есть, она даже не могла представить, что это возможно. Нет у меня на это времени. Ну, что вы такое говорите? в сутках у меня нет на себя времени. И в этом плане вот этот уровень очень важен психологический. Но, я вижу, Аня, вы хотите что-то сказать, я потом перейду как раз к этому духовному уровню усталости. Потому что это тоже очень важно проговорить. Я, знаете, что хотела просто наш разговор немножечко заземлить, потому что мы говорим, вот сейчас мы говорим очень важные вещи. Вы говорите, что у усталости есть свои психологические причины. Да, это может быть чувство вины, это может быть какая-то детская травма вот с ощущением всесильности, вот человек спасает мир и не может остановиться в этом процессе и выгорает. Это, на самом деле, какие-то вот... Перфекционизм. Перфекционизм, да. То есть у усталости есть психологические причины. Человек не просто устает, человек не дает себе не уставать. Да, он себя загоняет усталость. Он себя загоняет, да. То есть, на самом деле, усталость, это зачастую сознательное действие человека. Безусознательное действие. Сейчас нас кто-нибудь слушает, там, мать троих детей, да, и говорит, ну, конечно, я с утра должна их всех развести по кружкам, там, да, или кого там. А вы тут сидите в радиостудии. Я могу этой маме трех детей рассказать о маме пятерых детей. Я замечательную женщину сейчас вспоминаю, действительно, уже адресная. Я думаю, она услышит меня, улыбнется и не будет на меня злиться, что я как раз к ней отсылаюсь. Я помню, когда они с мужем говорили, что невозможно, невозможно, невозможно. Мы вообще, так сказать, друг с другом не проводим время. Я говорю, слушайте, давайте так, прям директивно, вы найдите способ уехать вдвоем на неделю куда-либо, куда угодно, до отдыха, друзья. Это я обычно чудовищный негатив такие советы воспринимаю. Ну, я просто видела, что все, так сказать, мы как бы подождем каким-то просто пределам. Она на меня посмотрела совершенно таким прям злым взглядом. И она потом сказала, я просто, вы знаете, я так на вас разозлилась, ужасно. Тоже мне психолог советует нереалистичные вещи. Издевается. И издевается. И когда она пришла ко мне через там три недели, она сказала, вы знаете, ну, я все-таки вас уважаю. И подумала, ну, может, она говорит-то не зря. И через какое-то время у нас возникла просто реальная возможность. Мы удрались с мужем на неделю, и наши отношения супер, улучшились и невероятно изменились. И я поняла, что это же оказывается возможно. И вы абсолютно Аня права, когда вы говорите, что мы сами себя заталкиваем вот в эту тесноту. Как бы у нас нет опций, но они всегда есть. Просто их надо поискать. Это на самом деле вы говорите, Наталья. Я просто вот сделала вывод из ваших слов. И он меня потряс, что... Ну, то есть, я тоже знаю, что это состояние усталости, да, но я понимаю, вот сейчас, когда рассказываете, я понимаю, какие психологические причины были у моей усталости. потому что мы не умеем это почувствовать, мы не умеем услышать, когда наша психика, наша физика выпьют нам. Остановись. Пожалуйста. Нет ли в нашем разговоре об усталости, в наших размышлениях об усталости такого... Мне почему-то кажется, вот что часто мы хотим быть неленивыми, то есть ленивым быть грешно. Ну, это так и есть. Да, да. Вот тоже как найти этот баланс? Ну, понимаете, вот опять же, как бы к уровням, как ни крути, простите за моё занудство, ну, посмотрите, и биология, и психология, на самом деле, серьёзная, научная, показывает, что вообще жизнь – это напряжение. Ну, действительно, как бы если мы останавливаемся, замираем, так сказать, да, мы перестаём как бы жить, мы теряем этот пульс жизни. И действительно, усилие некое над своей ленью, да, или лучше сказать слово расслабленностью, и это выбор жить. а не умирать. И когда мы действительно работаем с людьми, которые вот находятся как раз вот на этой грани, уходят в этот минус, нужно потратить много сил, чтобы дать им почувствовать ценность жизни, радость жизни, полноту жизни, вернуть их к жизни, потому что они вследствие каких-то обстоятельств своей, так сказать, судьбы, точки, в которой они находятся, этой судьбы, они выбирают не жить. То есть та же самая депрессия как раз это такой, знаете, я не хочу брать клинический формат, да, когда биохимические процессы питают, так сказать, депрессивное состояние. Бывает же психологическая такая депрессивная история. Человек вот просто отворачивается, обижается на жизнь, да, уходит в одиночество от людей, от усилия, и замирает. Поэтому, конечно, жизнь – это усилие. Но, вот я как раз хотела подойти к этому моменту, да, духовной, даже не усталости, а духовного расслабления, да, расслабления, духовного уныния и как бы духовного, если хотите, ну, не хочется сказать падения, упадания, да, притыкания какого-то. И вот здесь нужно усилие. И вот здесь как раз нужно, если хотите, хвататься не на сосоломнику, а за канат, который всегда сверху нам кидает Господь. И действительно себя поднять. Но без Бога это невозможно. Я очень хорошо помню такой момент в своей жизни. Он был связан с моими заболеваниями, физическим самочувствием. Это было действительно очень мучительно и долго. И я иссякла. Вот я не просто устала, я абсолютно иссякла. Потому что это была борьба как бы ну, по кругу, по кругу, по кругу. Ты все время бился в какую-то стену. Я потом поняла, что Господь дает нам это испытание всегда, чтобы мы почувствовали, что без Него ничего все равно не будет. И вот этот момент, когда сгорает наше эго, вот это у меня так и было. просто я, так сказать, возопила к Богу изнутри вообще своей самой глубинной какой-то части своей, именно души даже, никакой не психики, что Господи, вот мне это все не нужно. Если я тебе нужна, вот все, что я умею, могу там и смогу еще, вот если тебе это нужно, вот я тебе это даю. Это теперь твое. И делай с этим что хочешь. И после этого поворота, фактически этого поворота, когда, ну так сказать, сгорало мое эго, все вот эти, понимаете, формы какой-то гордыни психологической, и вот это я-я-я, всемогущество, ну это детских травм и прочее-прочее, а как бы опало, как старая листва. Вот тогда что-то стало поворачиваться совершенно по-другому. И вот тогда, я точно могу сказать из опыта своего, я поняла, что такой Бог дает силы. И я точно знаю в себе эту разницу, когда я как я, и я когда Господь меня держит. И я действительно не устаю. То есть я устаю физически, даже где-то психологически, но где-то глубинно я не устаю. И вот это, мне кажется, очень важный такой духовный момент, который действительно берется усилием, усилием веры и вот такой открытости Богу. Вера и психология напомню, что у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Российского Православного Университета Святого Иоанна Богослова. Потрясающе, вы говорите. Наталья, я хотела чуть-чуть заземлить нашу беседу, потому что у нас вот последний кусочек на сегодня и, знаете, тема молодых, современных, амбициозных мужчин. Дело в том, что я, ну, знаю много, вот, так сказать, друзья мужа моего, бизнесмены, покойного мужа, такие вот мужчины очень работящие, да, и помните песню неленивые, была такая песня у Никитина, и только лошади летают вдохновенно, иначе лошади разбились бы мгновенно, вот это про этих мужчин, потому что они уже не ходят, они работают как лошади, но они уже летают, понимаете, если они перестанут летать, они разобьются мгновенно, да, то есть, понимаете, это, я даже не знаю, как вот задать этот вопрос, это современный мир, вот, если мужчина хочет быть там богат, иметь большой дом, дети его будут одеваться хорошо, учиться в дорогих школах, он просто должен уставать вот так, как они устают, до зелёного цвета. Это удивительно, вот как работает коллективно-бессознательное, да, потому что у меня прям вот, вы говорили, а у меня накипал этот вопрос в связи с тем, что вы сказали, что они не ленятся жить, и мне всегда казалось, когда я наблюдаю за такими людьми, у меня такие подруги, друзья, мне казалось, что мне этого как раз не хватает, и вы как раз когда говорили, мне показалось, что я увидела ещё одну грань, вы сейчас скажете, права я или нет, и как будто бы вот в этом желании бежать, лететь, жить, ты на них смотришь, думаешь, вот это они не ленивы, вот эти они молодцы, и ты вдруг видишь, что они выгорают, о чём я подумала, может быть, цель не та, смысл не тот, вот то, что вы сейчас рассказывали, про то, что вы вдруг перестали в какой-то момент уставать, может быть мы, я думаю, а может быть это вот про смысл, и про ложные чьи-то цели, потому что мне очень нравится одна фраза, мы часто говорим, бойтесь своих желаний, а один мой очень хороший знакомый сказал, бойтесь чужих желаний, они могут исполниться за ваш счёт. Прекрасная формулировка. Да, нет ли это вот это вот так. Да, абсолютно, Лен, согласна. Спасибо большое за вот такой поворот. Аня, вот вы прекрасный образ дали летящих таких лошадей, именно лошадей, тягловых, я бы сказала. Летящая тягловая лошадь. Такой безумный образ абсолютно. Живёт жизнь. Да. Ну какую? Мы строим дом, мы зарабатываем на дорогие школы, мы при этом не видим своих детей в упор. Мы практически не проводим время своей второй половины, потому что нам же надо заработать вот на это всё. А кто сказал, что это всё есть результат, это есть счастье, это и есть цель? Мир, современный мир, который на самом деле про вечное, про не вечное, а вещное, про материю, про атрибуты этого бега в виде дома, машины. Но мне доводится консультировать очень таких успешных людей, и они приходят всегда с проблемой в семье. Всегда. Непонимание, недопонимание, разобщение, проблемы у детей, проблемы с женой или с мужем, потому что цель – это я вот тогда там построю вот эту империю под моим именем, да, и вот туда я и несусь. А это вот сию секундное, вот этот день не проживаю. Я как бы лечу над ним, как это тягловая лошадь в небесах, а день с его детьми, мужьями-женами, друзьями-подругами, природой, Богом, этим бытием, вот этим созерцанием мимо. И часто люди эти говорят, вот я вроде все достиг-то этого всего, у меня теперь дома и богатые там машины и дорогие школы и прочее, а счастья-то нету. Потому что смысл не тот. И вот сегодня звучало это слово баланс. Я не предлагаю сесть, как это старик со старуху разбитого корыта и не ловит золотую рыбку. Ради Бога. Только не надо лететь, будучи тягловой лошадью. Надо походить по земле тягловой лошадью 8 часов в день, а потом взлетать вечерами и выходными днями со своими близкими. Это прекрасная классическая модель. Я иду на работу с радостью и домой с радостью. Потому что идя на работу, я хочу делать дело, которое мне нравится, я люблю его и мне вдохновенно, когда я им занимаюсь, но я иду домой с радостью, потому что там меня ждут мои любимые. Я закрываю на работу дверь и тут я со своими детьми, папами, мамами, женами, мужьями, рядом с ними и вместе с ними. И тогда этот баланс будет и Господь его благословляет. Потому что мы видим, что по-настоящему преуспевает идиотское слово, но как бы удается жить жизнь тем, кто этот баланс держит. Да, Господь говорит Богу, Богу, и кесарю, кесарю, давайте не путать. Ну вот гениально совершенно Лена сказала, бойтесь не своих, а чужих желаний, потому что на самом деле тебе твое, может быть, окажется, что это не нужно. Мир транслирует эту модель. Ты есть, когда у тебя есть это-то-то-то-то-то. А у тебя этого нет, значит, кто ты такой. Это неправда. Я еду на программу, у меня как бы по дороге вот эти все билборды, которые говорят о том, что мне нужно обязательно иметь квартиру там в элитном доме. Эта квартира, знаете, она сколько стоит? Она стоит столько, что, не знаю, можно построить 8 домов на море, понимаете? Почему? Но оно же у меня в подсознание падает, пока я ее... Ну, понимаете, это огромная тема, может быть, так сказать, целая программа, но вот чтобы как-то раз мы ее коснулись, немножко, так сказать, ее закруглить. Понимаете, еще Эрик Фром дал понятие общества потребления. И вокруг, так сказать, этой темы и философы, антропологи, психологи в том числе, и богословы в том числе, да, говорят о расчеловечивании, который происходит как процесс последние годы, я бы сказала, век, начиная с 20-го. Действительно, потому что мир десакрализованный такой, понимаете, как бы рациональный, научный, прознание, вера является каким-то атовизмом, да, и вообще совершенно необязательным атрибутом человеческой жизни. Ну, хотят верить. А успешность как раз обязательна. А успешность обязательна, потому что это такая программа, это такая модель от общества потребления. И нам надо уметь слышать себя и слушать себя не свою только психику, да, с ней надо уметь работать, а свою душу, личность, которым эти послания совершенно неинтересны. И наша душа, и наша личность, они устремлены к горнему. И горнее не только по ту сторону жизни, но оно здесь, у нас, каждый день нас окликает любящими глазами близких людей, миром, который вокруг нас, обстоятельствами, которые нас, как бы, зовут, да, какой-то помощью, которую мы оказываем и себе, и ближнему, и дальнему. И это вот тут как раз душа и личность разворачиваются в полной мере. И в этом мире, совершенно неважно, из какой квартиры или из какого элитного дома, ты выходишь служить ближнему и любить этот мир. Главное, чтобы был вид из окна, а не картинка закрывающая. Я считала, этот гениальный, совершенно хороший образ. Я всё-таки, Наталья, хочу вернуться к некому балансу, который мы ищем, потому что есть люди, которые вроде бы и видят свои цели, и смыслы какие-то нашли, но всё равно куда-то бегут, и всё равно устают, и всё равно выгорают, как эта вот женщина, которая погорела, в общем-то, и выгорела на волонтёрстве. Но если всё-таки мы пытаемся обратиться опять-таки к священному Писанию, мы помним, что даже сам Господь нам заповедовал всё-таки отдыхать, бежать, бежать и отдыхать, и день субботний Господу Богу отдать. Может быть, там тоже какой-то ответ на наше размышление о балансе? Не то же, я думаю, что это главная точка отсчёта, потому что, да, огромное спасибо, совершенно верно. Вот что значит отдыхать, да? Отдать день Богу. То есть, как бы остановить этот бег, который неизбежен. Когда-то люди пахали землю, они пасли скот, сейчас, так сказать, все строят элитные коттеджи и что-то там. Ещё, понимаете, каждой эпохе свои трудности. Но Господь говорит, ребята, всё понятно, вам надо зарабатывать хлеб насущный, кормить своих детей, содержать свое хозяйство, но стоп, остановитесь раз в неделю. Да? Наше христианское воскресенье, да? День литургии, день, который начинается с церковного. Который с субботы начинается, я понимаю. Да, с субботы вечера. Ну, так сказать, день начинается из-за скобок, конечно. Субботний, так сказать, исповедь там в храме. Да? Воскресная литургия утром. И это ведь не просто остановись, это напитай свою душу, свою личность, напитайся смыслами, как бы поднимись над этой бренной землёй. Вспомни о вечности, вспомни о себе перед лицом Бога. Подними глаза от земли к небесам. И наполнись. Вот он, и, прости, Господи, ресурс. Да вот он, как бы тот самый духовный ресурс. И тут это слово на самом деле как бы одухотворяется, потому что оно перестает быть таким прикладным и противноинструментальным. Но, опять же, это никак не отменяет памяти о тех ресурсах, которые нужны нашей психике, да, между одним днём субботним и следующим днём субботним, и дальше днём субботним. Иногда бывает так, что нам нужно где-то в серединке замереть и погладить свою психику, да, как бы поберечь своё тело, сказать, я тебе благодарна, моё тело, я благодарна тебе, моя психика, вы так, ребята, работайте, решай мои проблемы. И я сейчас вас поберегу немножко, чтобы дальше двигаться эффективно, радостно, благодарно и как-то сильно. Вот этот баланс как бы давайте удерживать и будем здоровы не только духовно, душевно, но и телесно и психически. Вот Лена задала прекрасный вопрос, а Наталья дала на неё прекрасный ответ про день воскресный. Я помню, как мы, когда возвращались в литургии, вот с детьми я сова, поэтому я всегда не высыпаюсь перед литургией. Ты идёшь, и тебе ужасно жалко вот этих спортсменов, которые бегут навстречу тебе, они тоже встали в 7 утра, но они бегут по парку и пропустили эту литургию. Вот по первости, по неофитству, я помню такое вот чувство острой жалости к этим людям, потому что всё равно, несмотря на такую физическую усталость, когда ты встаёшь рано, даже в воскресный день, а гости ушли, естественно, поздно, в субботний, это такое, как вы сказали, прости господи, ресурсы. Но не забываем, да, совет психологов, всё равно высыпаемся, хорошо питаемся и бегаем, но после литургии. Благодарим то, что Бог нам доверил в виде нашего тела, нашей психики, это большой дар. Они работают на благо нашего спасения. Потрясающая беседа, спасибо вам огромное. Напомню, что сегодня с вами была Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». Наша дорогая гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского Православного Университета Святого Иоанна Богослова. Потрясающая беседа, спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо большое, спасибо. Всего доброго. До свидания.